Что-то стало в Херсоне часто автомобили опоры сбивать. То я вот сделаю еще видео, как Жигуленок сбил опору, что он советский и такой мощнейший столб сбил бетонный. А вот это 11 января 2022 года. Вот это Мазда, смотрите сейчас на видео, как она будет сбивать электроопору. Вот она уходит. Вон. Сейчас. Летит. Вот. Бабах. И тут еще вот эти все провода заискрились. И вот она стоит дымится. Вот повтор. Видите как. Сейчас вот еще раз. Эта улица оживленная, не сильно крутой поворот. И вот так вот она вылетает. А сзади маршрутка. Все. И столб упал. Хорошо, что машин не задел другие. Вот такие происшествия происходят. Вот так вот сыпятся искры, как в кинофильме. И вот падает столб. Конечно, эти кадры впечатляют. Вот видите, как гэхается столб бетонный. И как они эти столбы умудряются сбивать. И вот репортаж еще интернет-газеты дали. Смотрите, как столбина вот эта легла. И блокирован рух был на целый микрорайон. Вот так вот оно смотрится. И на сайте горсовета вот вылаживали фотографию. Интернет-ресурс взял с сайта горсовета. Потому что все-таки ЧП городское. И троллейбусы ходят там. И все. Вот такая автомобиль. Большой. Так вот все этот металл покрошенный. Все это так некрасиво смотрится. Но если открыть за эту Мазду, что это за автомобиль, то тут получается, что у нее 2 литра двигателя, 2000 кубических сантиметров. И смотрите, и по 150 лошадиных сил есть. И по 211 лошадиных сил. 2012-2017 год. Сборка Хиросима, Малайзия, но Япония, Малайзия и Россия. Так что неизвестно, какая то четко была Мазда. Так вот она на фотографии. Сейчас откроем. Но люди любят большие машины. С одной стороны, это как бы безопасность. Такая крупная машина. Что тут? Японские флаги. Где же карточки машин? Что они поделали? Вот еще машина идет. Ну что тут сказать? Линии красивые. Все. Смотрите, кузов. Оно все как конструктор. Такое ощущение, что из пластмассы вот это все сделано. Но оно фактически там как бы и есть пластмасса. Еще гребешочек, как у Акулы. Стеклышко заднее красивое. Так вроде дизайнеры постарались. Я не знаю, нравится вам вот эти все как отливы сделано. Вот на дверях. Так она, конечно, смотрится чем-то что-то BMW напоминает. Вот такой вот салон. Это японская, наверное, с правым рулем. Вот так вот она. Но этот цвет что-то ей не идет. Такого цвета. Белый цвет ей что-то лучше идет. Ну а так смотрите, что кого интересует на YouTube канале. Вот есть поиск по каналу Окошко. А есть плейлисты. А есть видео упорядочить по популярности или по дате добавления. Надо аккуратно, конечно, ездить на дорогах. Видите машина. То ли вообще эти машины взяли и подменили, как раньше повозки были. Садись и едь в повозки. Или ограничить им машинам 120 км в час максимум. Поставить, чтобы больше двигатель не мог развивать скорость. К чему такие скорости? Раньше обходились лошадью на 10 км в час на повозках ездили. А сейчас столбы сбивают такие мощные, бетонные. Но там было без жертв. Водитель попал в больницу. И там ему делают разные манипуляции написанные. Вроде пишут, что вроде как бы и трезвый был. Но тут неизвестно уже. Надо подождать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова